Перед нами картиночки, давайте прочтем, что к ним подписано. Когда мы говорим «ты», то в глаголах будут окончания «ш» или «щ». В польском языке личные местоимения «я», «ты», «мы», «вы» не называются, не проговариваются. О ком идет речь, мы понимаем из окончания глаголов. «Естыш» значит «ты», «естым» значит «я». А где ест Анжела? А где Анжела? Где есть Анжела? Нулевое окончание будет у форм «он», «она». Анжела ест там, Анжела там. И мы сегодня поговорим о глаголе «быть», «часовник быч». То есть мы затронем тему «от мяна» или «комьюгация часовнику», изменение, спряжение глаголов. «Часовник быч», глагол «быть» – самый важный, необходимый, нужный глагол в польском языке. Его нужно полюбить, с ним нужно подружиться, его нужно выучить. Давайте прочтем, как изменяется глагол «быть», «часовник быч». Я естем, ты естешь, он, она, оно, ест, мы, естэшмы, вы, естэшче, они, онэ, сон. В русском языке этот глагол не изменяется, но в польском языке у каждой формы есть свое окончание. Для чего же так подробно мы будем рассматривать этот глагол? Смотрите, в русском языке мы можем спокойно сказать, например, «Египет – теплая страна». И у нас здесь нету глагола. В польском языке такого быть не может. Но если в русском языке мы поставим в прошедшее или в будущее время это же предложение, то глагол появится. Поставим в будущее «Египет будет теплой страной» или «в прошедшем времени Египет был теплой страной». Когда так происходит, значит, в польском языке в настоящем времени нужно ставить глагол «быть» в нужной форме. То есть проще. Если у нас есть предложение, в котором нету глагола, значит, мы чаще всего ставим нужную форму глагола «быть». Давайте прочтем еще раз. Повторяйте, пожалуйста, вслух. Давайте потренируемся использовать этот глагол. Выполним первое упражнение. Подсказочка у нас есть в верхнем правом углу. Читаем диалоги и подставляем нужную форму глагола «быть». Маме, где ты естешь? Если форма «ты», смотрим, не стесняемся подсказку «ты естешь». Маме отвечает «я здесь». Если «я», значит «естем». «Естем тутай». А где, по-русски вначале скажем, а где есть Анжела? Анжела – это она. Смотрим. Она ест. И говорим. А где ест Анжела? Анжела ест там. Анжела – она. Поэтому ест. Следующий коротенький диалог. Где вы? То есть где вы находитесь? Где вы есть? Вы. Смотрим. Вы естешьче. И скажем. Где вы естешьче? Отвечаем. Мы здесь. Мы естешьмы. Естешьмы тутай. А они. Смотрим. Они. Сом. Они. Сом. Там. Мы находимся здесь. Мы есть здесь. А они находятся там. Они есть там. Где? Пани Сильвия. Пани Сильвия. То она. А венц. Ест. Где ест пани Сильвия? Не знаю. Где пани Сильвия? Не знаю. Дальше смотрим. У нас Анжела и Мами. Это две девушки. Форма ОНЕ. Значит пишем СОУМ. И говорим СОУМ. Где СОУМ Анжела и Мами? Где Анжела и Мами? ОНЕ СОУМ там. Они там. Следующий диалог. Туалета. Смотрим. Вот здесь находится. Туалета. То она. Значит ест. Где ест туалета? Там. Где туалет? Там. ПАНИ МАЙ. ПАНИ. Значит это она. ОНА. Ест. ПАНИ МАЙ. Ест в дому. ПАНМАЙ. ПАНМАЙ. То он. Венц. Тэш ест. ПАНМАЙ. Ест в праце. ПАНЬСТВО МАЙ. ПАНЬСТВО. Это семья. То есть это они. И мы скажем ПАНЬСТВО МАЙ. СОУМ. В КРАКОВЕ. Мы. Смотрим. Мы естэщмы. Мы естэщмы. КРАКОВЕ. И вы тэш вы естэщче в КРАКОВЕ. Мы естэщмы в КРАКОВЕ. И вы тэш естэщче в КРАКОВЕ. Вернемся немножечко наверх и посмотрим, что они в польском языке почему-то написано двумя словами. Они. ОНЕ. В чем же разница? Давайте разберемся. Смотрите. Когда у нас форма ОНЕ. Здесь вот подсказочка у нас написана ОНА плюс ОНА, ОНА плюс ОНА, ОНА плюс ОНА. Что такое ОНА? Начнем с этого. ОНА – это что-то среднего рода. Если это живое, то это детское. Ребенок в польском языке среднего рода. Так вот, когда у нас нет ни одного мужчины, когда у нас только женщины, женщины и дети, какая-то компания детей, женщины с животными, женщины с цветами, женщины со стульями с чем угодно или дети со стульями с животными, то это форма ОНЕ. Как только появляется хотя бы один мужчина, форма ОНИ. Мужчина плюс мужчина. То есть два и больше мужчин – это ОНИ. Мужчина или мужчины плюс женщина-женщины – ОНИ. Мужчина плюс дети или плюс один ребенок – форма ОНИ. То есть когда есть хотя бы один мужчина, один и более мужчин появляются в компании женщин, детей, животных, цветов, стульев, чего угодно, мы говорим ОНИ. Если мужчины нет ни одного в компании, значит форма ОНЕ. Немножко ниже табличку рассмотрим. Мы уже знаем, что мужчина, обращение вежливое к мужчине – ПАН, к женщине – ПАНИ, ребенок в польском языке – ДЕЦКО, и как я уже сказала – ДЕЦКО – ОНО, среднего рода – ОНО. Когда у нас есть больше одного мужчины, два и более мужчин, компания мужчин, мы скажем ПАНОВИЯ. Один ПАН, несколько мужчин – ПАНОВИЯ. Одна женщина – ПАНИ, несколько женщин – ПАНИЯ. Когда у нас есть и мужчина, и женщина, мы скажем ПАНЬСТВО. Или много мужчин, много женщин, мы также скажем ПАНЬСТВО. Вернёмся к нашему упражнению. Последнее предложение. Пан-увэ и пан-том то, то есть пан-увэ и пан-том это два мужчины. Это форма они, соум. Пан-увэ и пан-том то, соум, панове. Когда несколько мужчин, мы говорим по-новьям. Пани Анджела и пани мами то, соум, пани. Здесь у нас две девушки. Форма онэ. Глагол быть в форме соум подставляем. И когда у нас несколько женщин, мы говорим пани. Одна пани, несколько пани. Пани Анджела и пани мами то, соум пани. Понимай и пан-май. Видим уже и женщина и мужчина есть. То есть это форма они, когда у нас есть хотя бы один мужчина, становится форма они. И также соум. Понимай и пан-май то, соум, паньство. Хорошо. В упражнение номер два нам нужно вставить местоимение. Он, она, оно, они, они и так далее. Читаем. Где ест Анжела? Анжела это женщина, значит она. И мы говорим она ест там. Где Анжела? Она там. Где сон том и увы? Где находятся том и увы? Мы видим, что том и увы это два мужчины. Форма они и и мы скажем они сон там. Где сон Анжела и мами? Видим две женщины, значит форма они. Нету ни одного мужчины, форма они. И скажем они сон там. Где ест том? Том это мужчина, значит говорим он. Он ест там. Где сон Анжела и Том? Где Анжела и Том? Видим и женщина, и мужчина, значит форма они, когда есть хотя бы один мужчина, они. И мы говорим они сон там. Где ест детско? Где ребёнок? Ребёнок, смотрим оно, средний род, и говорим оно ест там. Где ест детско? Оно ест там. Оно. Чвечение третье, чвечение номер три, упражнение номер три. Мы здесь с вами немножечко поиграем. У нас есть слова и местоимения, есть подсказочка, как изменяется глагол быть, часовник быть. Я называю слово или местоимение. Вы подглядывая в табличку, называете, какая форма глагола подходит к этому местоимению. Итак, я ест там. Пан, пан то он ест. Пан ест. Вы естешь? Ты естешь? Оне. Оне. Оне сон. Они, когда нет мужчин. Оне сон. Панство, также панство, сон. Панство, когда смешанная компашка у нас и мужчина, и женщина. Панове. Панове – это когда у нас больше одного мужчин, от двух и более. Панове. Сон. Форма они. Мы естешьмы. Оно. Оно. Оно ест. Они. Форма они. 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 Они будет поучить формы глагола «быть». Это очень важный глагол, без него никуда и никак. Желаю вам удачи!